Игровая индустрия. Что в ней интересного? Видим, что наши говяжьи бега неожиданно начались, и турбобыкфельгельм занимает лидирующую позицию. Но сейчас мы переходим в режим суперскорость. И вот наша бега набирает неожиданное воро... Это ж целый мир. Это целый мир безграничный, где можно фантазировать и воплощать жизнь в свои креативные идеи. Да, это можно сказать про любой проект, но в игровой индустрии есть ещё некая логика, некая отличительная черта, скажем так, которая даёт возможность саунд-дизайнерам думать не только о звуке... ...ситуации, которая происходит, да, в данный момент, но ещё и о последствиях. Что может произойти, допустим, если игрок нажмёт в этот момент ещё одну какую-то кнопку? Что может произойти после того, как он сделал то или иное действие? Прозвучал звук, должно последовать что-то ещё, значит, после этого звука, правильно? Поэтому это нише и отличается тем, что есть больший мыслительный процесс в плане формирования, создания звуковых атмосфер, звука, саунд-дизайна и так далее. В общем, не будем колупаться, ковыряться. Сделаем игрового персонажа. Хочу именно вам показать процесс изнутри, с нуля, чтобы вы, соответственно, проанализировали и поняли, интересно вам эта сфера или нет. Ну и вообще, может быть, даже тем, кто не интересуется саунд-дизайном, просто посмотреть, как это происходит изнутри. Вот. Любой, ребятки, игровой проект начинается с анализа вообще задач и в целом оценки, то есть, ну, погружения в проект. Ему нужно дать имя. Пусть он будет Иннокентий. Нет. Сеня. Нет. Семён. Лёха. Пусть будет Лёха. Короче, Лёха. Лёха встал сегодня не с той ноги. Лёха, вставший, голодный, жадный до человеческой плоти, ищет себе друга. Можно выложить объявление на Баду, и описание такое. Мужчина в полном рассвете сил. Нет, даже как мы его назвали. Лёха. Лёха в полном рассвете сил. Ищу друга. Люблю загорать. Люблю. Злющие ухо, злющие. Конечно же, мы должны понять его механику. Какой он, быстрый, небыстрый. То есть, характер его. Оценить. Атаки его. То есть, у него по атаке, если... У него лапки, смотрите, как у Богомола, типа. Такие интересные. И это очень круто. Бьёт он, получается, вот этими лапками. Длиннющими, длиннющими. Вот таким образом. И это очень интересно. Ух, и прыгучий какой. Хоть. Хоть. Так, теперь идём на саунд охоту. Для этого нам понадобится рекордер. И немножко фантазии. Анализируя монстров, нужно понимать, что... Гостбастерс. Саундбастерс. Пупырки. Нужно что-то стрекочащее. Прости, любимая. Ну, их уже не спасти. О. Нет, это не то, о чём вы подумали. Это просто массажёр. Ничто не передаст так хорошо звуки треска, как яичко. Потом попрошу, жену яичничку сделает. Скажи чё-нибудь, а. Ну, чё-нибудь хоть скажи. Как ты любишь? Хрюкни. Ну, или пукни хотя бы. Ну, пукни. Ну, пукни, малыш. Ну, пожалуйста, пукни. Ну, пукни. Ну, пукни хотя бы. Ну, ладно. Проектик мы всё, значит, этот закидываем, значит, так вот. Отслушиваем материальчик. Делаем сначала, проработаем сразу спокойствие. Ну, не забывайте, что в движке звук реализуется совсем иначе. Сейчас мы работаем с анимациями, то есть, подготавливаем базу. И потом мы выводим всё уже для интеграции в движок через Unreal. Короче, через Unreal, Unreal, Unreal Engine. Следовательно, нам необходимо максимально подготовить все слои для той же рандомизации, модуляции. То есть, нам нужно продумать характер. У меня в голове появилась мысль, что должен быть стрекочащий звук какой-то. Должны быть хрусты, должны быть, вот если оценивать его, мне кажется, что он у нас хрустит. Кости его, да, он такой скользкий. Стрекочащий звук какой-то должен быть. Зомби звук тоже должен быть. Возможно, поработаем с войсом, да, запишем голос. Попробуем поиграться с гранулярными питчами. Первое, что хочу, давайте попробуем использовать вот этот сэмплик. Он очень стрекочащий такой, прикольно. Его можно в лейринге использовать. Стрекочащий звук у нас должен иметь характер такой верховой. Вот. Я хочу еще попробовать потом сделать в лейринге использовать звуки животных, того же какого-то. Может быть, богомола. А знаете что? Давайте сразу попробуем повесить духиминайзер и поработать с этим звуком. Кто не видел обзорчик на этот плагин от компании Кротаса, можете посмотреть вот здесь. Сверху подсказочка сейчас вылезет. Я сделал небольшой обзорчик данного плагина, который, в принципе, по большей степени используется для таких задач. Он очень крутой, он очень интересный, очень гибкий в работе. Плюс множество есть пресетов уже готовых, которые мы можем еще под себя настроить под тот или иной проект. Это очень круто. Это очень круто. Поехали просто по пресетам сейчас погуляем. Кстати, уже круто. Просто из одного звучка духиминайзер делает просто волшебство. Ну, правда, это мало похоже на зомби, конечно. На какого-то гигантского монстра. Черт, я повторюсь, что это. Ну, по-моему. Угу. М-м-м. Цикаду мы обработаем нашим грейн-питчем. Сделаем еще теперь обработку здесь. Он у нас не должен прям так извергать какие-то звуки. Он должен быть аккуратненький. Сэмпл моего пёселя. Когда он кряхтит. Сэмпл моего пёселя. Вот такой у нас получился Лёха Дали яички мы так и не использовали Ну или ладно, не страшно У нас есть теперь основа С которой мы можем дальше работать И делать уже голосом атаки Поражение Уроны там, да Смерть и так далее И это будет всё дальше В следующих роликах А пока я думаю, что этого достаточно Я показал изнутри, как это что делается И на мой взгляд Это интересно